Белый дом официально подтвердил гибель в Сирии американке Кайлы Мюллер, которая более года находилась в плену группировки «Исламское государство». На прошлой неделе исламисты заявили, что заложница погибла в результате авианалета иорданских ВВС. Официальный ОМАН эту информацию опроверг, назвав эти обвинения очередной пропагандой ИГИЛа. После того, как гибель американки подтвердилась, президент Обама сделал специальное заявление, призвав мировое сообщество объединиться в борьбе против террористов. Конгрессмены-республиканцы, в свою очередь, подняли вопрос о необходимости наземной операции против боевиков «Исламского государства». За ситуацией следит мой коллега Евгений Маслов, который присоединяется ко мне в эфире. Женя, добрый день. Действительно ли спецслужбы уже подтвердили факт гибели американской заложницы? Да, Лиза, подтверждение гибели Кайлы Мюллер сегодня шокировало нацию. Сообщение о том, что она, возможно, погибла в результате авианалета, появилось еще несколько дней назад. Но многие тогда надеялись, что оно не соответствует действительности. Теперь, после официального подтверждения американских властей, сомнений в этом уже нет. 26-летняя Кайла Мюллер в заложницах находилась более года. Молодая американка работала в благотворительной организации, начиная с 2012 года, сперва на турецко-сирийской границе, а затем в сирийском городе Алеппо, помогая беженцам, где и была похищена боевиками ИГИЛ. Белый дом сегодня в связи с ее гибелью сделал специальное заявление на этот счет. И, как отметили многие, оно было очень эмоциональным. Кайла и ее сострадание, ее стремление помогать всем, кто нуждается в помощи, наглядно показывает, что и среди неслыханного зла может существовать порядочность и гуманность. Неважно, сколько это займет времени. США найдут и свершат правосудие над теми, кто несет ответственность за похищение и гибель Кайлы. Информацию о том, что девушка не была казнена, а погибла именно в результате авианалетов сил коалиции, в частности авиадаров ВВС и Ордани, в интернете распространило Исламское государство. На выходных из того, что нам известно, ее родители получили послание от ИГИЛ, скорее всего, по интернету, и фотографии, подтверждающие гибель Кайлы. Со снимками работали спецслужбы, американские спецслужбы, и сегодня они подтвердили факт гибели заложницы, но до сих пор нет, тем не менее, подтверждения, при каких обстоятельствах погибла Кайла Мюллер. Но так или иначе, как заявили сегодня американские власти, ответственность за гибель американки лежит на исламском государстве. Не вызывает сомнений то, что именно ИГИЛ, вне зависимости от причин смерти Кайлы, несет за это ответственность. Эта организация, в конце концов, держала ее в плену против ее воли. Они были ответственны за ее состояние и безопасность, и именно поэтому они несут ответственность за ее гибель. Кайла Мюллер была последним американским заложником, остававшимся в руках боевиков исламского государства. По крайней мере, из того, что известно на сегодняшний день, гибель девушки, помогавшей беженцам, может стать, как считают многие в Соединенных Штатах, последней каплей, переполнившей чашу терпения, и вынудить американские власти пойти на более решительные меры в борьбе с ИГИЛ. Что это может быть? Наземная операция, увеличение числа авиаударов, это пока вопрос. Но конгрессмены из числа республиканцев, выступающие за наземную операцию, получили, как вы понимаете, еще один эмоциональный, сильный аргумент в поддержку своих предложений, как действовать дальше. Лиза? Спасибо, Евгений. Мой коллега Евгений Маслов о гибели в Сирии, американской заложницы ИГИЛа.